Привет игрок! Я бы хотел тебе посоветовать новый DarkRP проект, Furious RP. Ведь на нём множество интересных аддонов и профессий. Большая и красивая карта не заставит тебя скучать. Система скинов на оружие и аксессуаров. И всё это без доната. А также есть система смены дня и ночи. Хорошая оптимизация и отзывчивая администрация. А также если ты зайдёшь прямо сейчас, получишь VIP на 30 дней. Так, алё. Вообще фарм, ты безоружен. А теперь? Это, чувак. Ну ты достаёшь оружие, когда у кого-то у кого-то другое оружие. Ладно, уговорил. Ты ещё и адекватный пиздец. Алексей, заберу. Жди, дай ему деньги, дам он меня грабит. Пожертвования начинающей братве. Здорово. Как часто, играя на DarkRP сервере, вы сталкиваетесь с таким явлением, что вас кто-то пытается с сервера выжить. У меня вот уже закончились пальцы считать подобные случаи, потому что в одном ролике меня пытался слить какой-то школьник-болван и при этом сам не выхватить наказание. Другой какой-то тоже конченый болван пытался покрывать своих друзей, будучи донатным администратором, и тоже за это поплатился. Итак, в сегодняшнем ролике донатный болван чуть ли не умалял о моём бане на 13 часов, и администрация этому поспособствовала. А также другие наборные администраторы пытались всячески меня слить, пытаясь подать на меня жалобу на форум или нажаловаться другим администраторам. Сегодня я не скрипач МП4, а враг народа МП4. Мне кажется, что это скрипач, он высаживает контент из пальцев. С этого момента мои самые преданные фанаты на Гамбит РП похищают меня, чтобы всё экранное время было занято ими. Но я же не дебил, чтобы на 2-3, а то и больше минут показывать, как донатные обезьяны бегают и не знают, что делать с заложником. Я просто покажу вам ключевые моменты. О, ебать, у вас скрипачат вылали, ебать. Вот это, сейчас человек мы будет забавить за то, что он со сломанными руками развязывается. Так нахуй ты человеку руки сломал и заковал их в наручники, смысл от этого? Вот мы не совсем плавно приближаемся к тому моменту, как меня уже хотят выкупать другие граждане, которые увидели от них отверт. Обратите внимание на трёх человек, которые за мной присматривают и которые были с самого начала. Их трое. Но внезапно появляется четвёртый обмудок, который решает ни с того ни с сего нарушить правила нон-РП. В чём же тут будет нон-РП, спросите вы? А я вам отвечу. Идёт передача заложника. Люди толпятся просто у входа там, расставлена киллзона, и тут ни с того ни с сего какой-то левый абсолютно челик прибегает и его впускают. Очевидно, ему об этом сказали через Дискорд, и он такой на радостях пришёл, присоединился, прошёл через людей, которые хотят выкупить заложника, и начал тоже отыгрывать РП. Давайте аукцион устроим. А, открой. Кто дороже купит, тот и забирай. Узи, 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 узи. Эти оружия. Давайте я выкуплю аукцион. Иди отсюда, надо. Открой мне сюда. Слышишь? Закрой. Завтра протянется просто пиздец. Слышишь, не прыгай. Давайте я выкуплю. Всё-таки золотая цепь нашла. Проходите. Да, я куплю, присядю. Да, давайте. Разве ему не должно быть похуй на то, кому он продаёт заложника? Это самый нелогичный захват заложников, что я мог встретить вообще. Челики сами разговаривают с теми, кто хочет выкупить заложника. Они предлагают, чтобы они как раз его выкупили. Они заходят и их убивают. Что это за хуйня, господи, блядь. А зачем ты его убил? Он же купить хотел. Теперь сказали, что рацию закрыть. Вот покупатель пришёл. А что будет, если не закрою хуила? После этого на меня прилетает ДжБ по нарушению правила ФРРП, потому что мне сказали замолчать, но я его не слушал. Ну, это как минимум нелогично. Ну, камон, вы играете на серваке дольше, чем я, вы пользуетесь наручниками чаще, чем я, и вы не знаете о такой функции, как кляп? Не, ну, конечно же, мои преданные фанаты на этом серваке знают об этих функциях наручников, но они ими не пользуются, потому что они хотят вытравить у меня нарушения. И вот и всё. Теперь мы плавно переносимся на жалобу, которая длилась 40 минут. 40 минут ровно, чел потратил своего времени и нашего, чтобы дать мне бан на 13 часов. Твою невнятную речь. Невнятную речь, блядь. Блоки, а на тебя жалоба? На чём? Здравствуйте, значит, я вам, ну, я вам говорил мне открывать свой рот, вы чё-то там невъятно бомнили, вот. Тем самым нарушили правила Фирерпэ. А ты мне чё, угрожал чем-то? Ну, я могу даже, администратор, показать, а не помню точно, а вроде угрожа. Ну, ты мне чем угрожал-то? Убийством? Чем? Что ты хотел от меня? В смысле, я, у меня вроде было в руках оружие, и дальше что? Что ты хотел от меня? Ты меня не слышишь? Я тебе говорю, я открываю свой рот. Ты разговаривал. Ну, завяжи мне рот тогда, у тебя была функция такая в наручниках. Твои проблемы. Чё, ты меня убьёшь? Ты заложника взял, чтобы получить деньги за него. Ты нарушил правила? Нет, не нарушил. Ладно, ты можешь как-то по-любому отмазываться. А чё отмазываться? Ты можешь спросить у любого. Что? Спросить? Здесь нас трое, админ, я и ты. И всё, я тебе говорю. Ты захотел, чтобы я замолчал, свяжи мне рот. Там есть функция такая в наручниках. А ты пытаешься забайтить на Фирерпэ. Я могу просто угрожать оружие. Я не пытаюсь тебя забайтить. Ты мог спокойно рот свой не открывать, и никто бы сейчас в бан не влетал. Так ты мог его не открывать, не пытаться меня байтить. Зачем ты лезешь? Не ты меня взял в заложники, не тебе мне приказывать. Ты можешь вот это вот, как-нибудь хотя бы какой-нибудь другой голос сделать? Какой другой голос сделать? С каким голосом родился, с таким и живу. Ага. Тему не переводи. Захотел бы, чтобы я замолчал? Реально захотел бы. Сделал бы так, завязал бы, стал кляп. Я тебе покажу демку. На что демку? Не всё. Не думаю, что это... Сейчас разговорчик будет приведет. Ну, действительно, к чему он приведет? Ты захотел, чтобы я замолчал, ты бы вставил кляп. Оксаночка, жалобой уйди. Нет, я хочу, чтобы он занимался тоже этой жалобой. Меня не устраивает. Ну, тебе не пофиг, что ты хочешь. А я тебя не спрашивал, пофиг тебе или нет. Так не надо мне спрашивать. Вот именно. У тебя сейчас никто и не спрашивает. Локи, я хочу существовать версию. А я ещё раз её могу объяснить. У него претензия, мол, я не слушался, я не закрывал свой рот. У него была возможность это сделать самостоятельно. Вот. В наручниках есть такая функция, вставить кляпку. Разбери твоих жалобу. Мы все понимаем, что у него есть нарушение. Это просто тупое оправдание. Да, это тупая манипуляция. Мы все понимаем, что у него есть нарушение. Мы все понимаем, что ты мог это сделать самостоятельно, но ты захотел просто сделать так, чтобы была возможность подать на меня жалобу, и не более. Иди, ТикТока, побольше посмотри с манипуляциями. Я еще раз говорю о том, что можно было бы просто взять завязать рот мне кляпом. Ладно, я тебя в муд кину, разговариваю с администратором, и у тебя голос какой-то для меня неприятный. Ну, конечно, конечно. Ты же не вывозишь. Все, не вывез, не вывез. Мне кучу раз до этого завязывали рот, и до этого не было никаких претензий и прочего. Подожди, Локи, у меня к тебе такой вопрос. Смотри, получается, тебе приказывали закрыть, скажем так, свой рот. Все, так, понял. Ну, ты был, получается, в наручниках, то есть их там было около сколько? Там 4-5 человек, насколько я видел. И что? Что мне терять? Что мне будет за это, если я не закрою рот? В наручниках есть функция закрыть рот. Я уже не хочу убить. В наручниках есть функция, чтобы завязывать рот. Почему этим никто не воспользовался, а просто решил поманипулировать ФРРП правилом? Ты мог просто не говорить ничего в микрофон и всего... Я не говорю сейчас с тобой. Первое предупреждение, либо я тебе выдаю помеху разборкам. Я с тобой не говорю. Так вот, в наручниках есть функция, что можно вставить кляп. Никто ее не воспользовался как раз в тот момент, когда она нужна была. А как раз мне затыкали рот без и с причиной. Просто так. Типа раз им было скучно, они подбежали, начали завязывать рот, завязывать глаза и так далее. Ну, смысла в этом не было. Как только в этом смысл появился, люди начали манипулировать нарушением правила ФРРП. Якобы ты нас не слушаешься, блядь. Я не пойму, что происходит. Они впустили челика, который хочет выкупить меня, берут его, убивают. Ну, какая-то хуйня происходит, а не захват заложника. Как к этому серьезно относиться, я не понимаю. Когда там, ну, реально пиздец какой-то происходит. Один чел стоит на выходе стреляя, другой мне говорит, закрой рот и так далее. Вот что-то в таком духе. А еще туча просто каких-то людей стоит сзади, спереди меня. Прибежали полицейские. А че, как на это реагировать? Захотел бы, чтобы я замолчал, у него была возможность такая-то сделать. Ставить кляп. Это всегда возможно сделать. И тот, кто будет это отрицать, будет полным долбоебом. Сейчас, я человека позову, который... Бля, позови весь сервер тогда. Да, че ты цирк из жалобы делаешь? Позови уже весь сервер, пожалуйста, сюда. Я уже не буду против. Потому что, так понимаю, администратор этот... Трудняется? Ответись. Администратор не затрудняется. Он просто слушает весь цирк, который ты, сука, устраиваешь. Ты позови, говорю, весь сервер. Сейчас я напишу. Ну, ты понимаешь, что если человеку угрожают оружием, и говорят закрыть свой рот, и он не подчиняется. Ну, ты сам меня перебиваешь, в чем проблема? Закрни свой рот, просто не перебивай меня, ты мне предупреждаешь, даешься, что тебя перебивает. А кто тебя перебил сейчас? Я, блядь, вообще слова не сказал. Ты че, шизик, сука? Какие-то блитки, блядь. Я не шизик, ты включил свой микрофон, у меня какие-то звуки... Да я буду включать свой микрофон, когда мне заблагорассудится, я имею на это право. Ну, я тогда... Ну, рассказывай дальше, че ты на меня переключаешься, ты адекватный, нет? Человеку, человеку, допустим, за лицом в стене, и говорят, скидывай 10 тысяч. В чем его... ладно. Сейчас я позову администратора, потому что... Сука! Ну ты хотя бы, блядь, предложение составь, ёб твою мать. Пиздец. Да, вот именно, пиздец. Еще я могу, кстати, добавить то, что... Меня вообще изначально в заложники брал... Сейчас другой человек скажу, какой у него ник. Зам рук состава, кажется. И я слушался исключительно его приказов каких-то, или же угроз. Этот чел абсолютно левая, залетная, непонятный какой-то вообще... Игрок, который залетел туда в квартиру, начал качать права, мол, заткнись, заткнись, заткнись. Я слушаю того чела, который мне изначально начал угрожать. Вот этого я вообще впервые видел. Для меня это чисто левое тело, которое прибежало. Просто странность в том, что, типа, зачем тогда нужен кляп в наручную? Ну, а я об этом и говорю, маньяк. Я об этом и говорю. Только меня сейчас пока никто особо не слушает. Вот Килуа сейчас что-то сидит, дубит. Ну ты не видишь, нарушение есть. Ну, я готов сто процентов сказать даже так. Сейчас не спрашиваю у тебя никто, готов ты или нет. У меня 34... Может, мы по долю пойдем, чтобы на людей много лишних... Килуа, ты вообще где? Тут, нет, присутствует. Ну и что ты думаешь? Слушай, я так понимаю, у вас жалоба будет идти еще пять лет. Вообще, иди сюда, я тебе расскажу. Давай первый расскажу жалобу потом. Я видел всю ситуацию, я в спеках сижу за все. Ну, во-первых, чисто я в спеках сидел, и я ничего не услышал, что ты ему говоришь, потому что там как минимум три человека орали в этот момент. Ага, тебя и так еще дофиг будет. Рали, да, почему ты ему просто не стоил в кляп? Ты ему угрожал оружием, когда это говорил? Вроде да. Я же сказал, не помню. Ну, пересмотрим. Да, разница нет, угрожал или не угрожал. Он, блядь, в наручниках стоит там 10 вооруженных людей, и ему говорят, отпусть свой рот. Он тебя не оскорблял или оскорблял? И что, я ему сказал, просто рот запрессуй. То же самое. А, ну тебя тогда не было. Да, то есть он изначально вообще не присутствовал. Просто из-за того, что он какой-то публичный человек. Да, ну вот он поэтому не захотел завязывать рот, он вынудил типа нарушить правила таким образом. Меня изначально-то взяли в заложники как раз по этой причине. Камон. Так я видел всю ситуацию. Они тебя взяли просто из-за того, что ты из знаменитость. Ну вот, видишь. Причем, смотри, прикол какой. Ой, я-то слушался, в кандалах был-то подвязан к тому челу, который меня изначально взял в заложники. И как бы я на него пытался реагировать, а не на какого-то левого чела, который мне что-то вкидывает. А его вообще на выкупе изначально не было. Он пришел под конец и начал качать там права. То есть он по факту вообще левый человек, который не относится никак к выкупу заложникам. Если он их знал, хотя бы они хоть с ним какой-то НП отыгрывали, он их избандит, то мог еще как-то более-менее... А там разные кланы, вот абсолютно все разные кланы были. Ну а если он их не знал, то можно забанить, так же так. Ну смотри, у меня сейчас на демке что есть, сейчас я посмотрю еще пару секунд, скажу. Я тебе говорил, рот свой заткнусь. У тебя демка есть, ты можешь сам посмотреть и глянуть. Ну я тебя спрашиваю, я тебе говорил. Смотри, по демке там, ну нет сочин-то касательства, так как, смотри, у тебя не записывают микрофон. У кого, у него? Я у него и спрашиваю. Да, у него. Ладно, сейчас я другого позову, у него есть демка. А зачем тут левый человек, я не понимаю? Те люди, которые просто по прикову приходили с ментами, у них было ощущение фирм, потому что они не боятся своей жизни. И во время того, как ведет спецоперация, можно так сказать, они просто приходят и... Ну так он просто пришел, вообще на спокойный чек, зашел в квартиру эту. Я говорю, если он к ним как-то относился, то есть они его знали именно в данной сессии. Хорошо, хорошо, а как ты себе это представляешь? Захват заложника, как ты себе представляешь? Он мог до этого с ними сидеть и просто в данный момент отошел. Че он ушел? Че он ушел? Он друга зовет какого-то. Зачем? Локи, тебе говорили рот своей заткнуть? Ну? У тебя демка есть, и смотри демку. Я тебе че. Ну я у тебя спрашиваю уже. У тебя демка есть, ты кричал. Иди смотри демку, показывай. Ну, он отвечает администратору. Нет, не только администратору. Мне Перчик говорил, что не только администратору. Если это появляло, нахуй, жалобы, то... Иди сюда, разбираться будем до конца, ты заебал убегать уже. Можете в этот список зайти? Покажите мне демку. Иди, говорю, сюда, разбираться уже будем. А, сейчас стикины. С этого момента выродок, который подал на меня жалобу, начинает просто искусственно затягивать время. Он убегает и начинает шастать по админзоне. Писать друзьям, звонить там, с кем-то общаться. Ему говорят, продолжи разборку, дальше разговаривай. Он просто игнорит. И тем самым он нарушает правила помехи разборкам. Другой же администратор, который с нами стоит, все это обсуждает. Вроде бы сначала меня дефал, говоря о том, что, ну, камон, а че ты ему серьезно так ляп не вставил, если в наручниках есть такая функция? Как оказалось, нет. Он был в курсе того, что чел намеренно как раз вот конкретно хочет меня засадить в бан. Вот просто потому, что я здесь видео снимаю, потому что я просто видео по Горисмоду снимаю. Вот он меня не любит. Он был в курсе этого, и он этому потворствовал. Они, имея демонстрацию, задают мне абсолютно ебанутые вопросы. Ну, что-то в стиле, вот, вот ты так-то, так-то говорил. Вот такой-то, в такой-то момент, когда я тебя что-то такое-то, такое-то спрашивал. Я думаю, я тебе помню, это было около 20-30 минут. Кто тебе виноват, что ты, сука, сам искусственно затягиваешь жалобу так, что никто и уже ничего не помнит? Незадолго до этого стоп-кадра я уже ему отвечал на этот вопрос, мол, че ты мне эту хуйню вкидываешь? Иди посмотри демку, раз ты кричал, что она у тебя есть. Как итог, администратор и этому поспособствовал, чтобы до меня докопались и прописали мне еще нарушение ввода в заблуждение. Я с ним как раз и беседовал после этой жалобы, он нисколько не против того, чтобы люди друг друга душили на этом серваке, поэтому, ребята, если что, заходите и душите игроков, просто по всякой хуйне. Я тебе советую перенести до нас создателя на другой аккаунт, потому что они тебя так и будут доставать. Ну, а че, им лучше от этого, что ли, да? Не думаю, он тут сидит, ебется, крутится, пытается найти... Ну, вот ты сейчас сам говоришь о том, что он неадекватный. Он сидит, время тянет на жалобе, он не может доказать ничего, нормально. И он по факту, сейчас, если мы рассуждаем правильно, то он пришел к левым людям. Он не только-только, считай, не успел зайти, он прибежал в какую-то левую хату, а никакого телефонного звонка не было. Ну, пусть поднимет один из его знакомых демку, где видно, что ему позвонили по телефону в это же время почти, и сказали, приходи. Нету такого. Если он вот до таких мелочей докапывается, что вот, он мне сказал, замолчать, хотя у него был вариант просто вставить кляп, то чем хуже я. Гелуа, решай. Ты жадлен, ты тут разбираешь. Ну, это то, что он тебе не ставит кляп, конечно, прикольно, но... Я не вижу нарушений туда, с той стороны. Нет, но это также есть небольшой фермер, поэтому, типа, тебе человек, выгруженный, говорит, приказывает уже. Слушай, Сигура, а, Сигура, стой, а чем мне бояться, вот чего мне бояться? Конкретно, а вот в такой ситуации безвыходный, меня уже связали, они мне через ми несколько раз там все попереломали, и что мне бояться, что меня еще может напугать? Я же наоборот буду только просить, чтобы меня убили. Ну, это как минимум странно. Сигура, можешь в Дискорд зайти? Там моментов много, просто, там покажешь на себя. Кстати, он на вопросы не ответил. Сейчас, секунду, я там его посмотрю. Угу. Килуа, мы же задавали вопросы ему? Ну, да. А он их игнорил, стоял. Говорит, типа, подождите, а сейчас демку подниму. Это уже 31,1. Второй вопрос, икслеги. Ты зашел на сервер, сразу побежал туда, верно? Нет. Хорошо, что бы? Бегал по карте. Ну, а как ты узнал, что именно там человек находится за воздикой, что ему нужно помочь? Я просто вроде, я не помню, ты что думаешь, я помню? Не помнишь? Хорошо, пересмотрись свою демку, как ты узнал. Сейчас. Ну, если ты хочешь задушить человека, то я тоже хочу тебя задушить. Не помнишь? Серьезно? А что ты тогда жалобу подал? Ну, будь готов полностью рассказывать ситуацию от и до. Нарушение 31,1. Когда мы задавали ему эти самые вопросы, он не отвечал на них и говорил, типа, подождите, сейчас у кореша какую-то там тоже демку найду. Он в Дискорде в этот момент сидел. Чисто физически не мог слышать. Или в какой момент? Ну, он тут рядом с нами стоял. Он нам говорил, типа, подождите, я сейчас, типа, демку и все такое. Он еще отбежал туда на барханы. Да когда ты уже закончишь в Дискорд ходить, что ты еще хочешь найти? Я тебя первый раз предупреждаю, как один из администраторов, действующих на этом сервоке. Это первое предупреждение за всю разборку. Хотя уже давно надо было, не знаю, раз 10 так сделать. Ты на меня жалобу подал и ты просишь отъебаться. Ты как, в адеквате? Нет? Иди, заканчивай жалобу. Я так и говорю, я... Иди жалобу, заканчивай ебанутый. Не буду. В смысле, не буду. Ну, тогда у тебя будет помеха разборкам. У тебя будет помеха разборкам. Как себе выдается? Нет. Как себе выдается? 600 секунд за скрепление. Нет, ты мешаешь проводить жалобу. Алло, Сигура, когда этот цирк закончится? Он тебе четко задал вопрос, было ли такое. Ты начал от него увиливать, так можно сказать. Как? Как я увиливать начал? Он тебе задал вопрос, было ли такое, что во время того, когда тебе показали оружием помолчать, ты сказал, есть для этого кряп. Ну, то есть ты не ответил на человека вопрос. Ой. Ой, yes. Ну, а смысл из меня вытягивать, пытаться нарушения, если и так у него демка есть? Пошел бы, сразу показал. Ну, администратор начал в данный момент уже тогда тупить. Как ты и говоришь. Ну, а я тут, причем, я что, виноват в этом, что ли, то, что администратор начал тупить? Он кричал, то, что я хочу показать демку, пойдем покажу демку. Он кричал, давай я покажу, пойду демку. Ну, пошел бы, сразу показал. Или тут можно душнить игроков за всякую хуйню, и это нормально. Не особо, Локер. Ну, так не особо, а почему ты это никак не, не знаю, не контролируешь? Ты же сам это признал натурально. В тот момент я сидел с администратором и смотрел параллельно вашу, так сказать, разборку. Ну, и нету никаких мыслей того, что он, ну, просто похуйня сейчас доебывается и пытается выбить срок. Конечно, есть. Ну, так, а почему ты с этим ничего не делаешь? Ответ простой, потому что ему это нахуй не упало. Какое правило мы нарушаем? Ну, так, он просто пытается слить. Ну, зачем? Откровенно говоря. Он пытается слить. Я с самого начала, когда зашел на сервер, я вот понял, когда я увидел твой десознатель и уже начал догадываться. С самого начала, когда вы пришли, у меня там друзья сидели на базе. Поебал, что ли? Ты жалобу подал, ты просишь еще меня же отебаться от тебя. Когда я тебе задаю вопросы тоже какие-то. И у тебя как раз-таки тоже 31,1. У тебя уже и того, вместе с нон-рп, выходит срок в 13 часов бана. В общем-то, смотрите, мы эту жалобу сейчас можем продолжать до бесконечности. У Локи нарушение правила в сервер п плюс 31, ну, то, что он не отвечал на вопрос. У Икс Эгента также нарушение правила 31 и нон-рп. Сегура, а где у меня нарушение? Я же сказал русским языком, то, что я пойду смотреть демку и иду. А ты до этого еще был. Человек, мы тебе задавали вопрос. Ты сначала такой, или сейчас, этот, посмотрим мою демку. После того, как ты посмотрели, как вы посмотрели с админом свою демку. Мы тебе еще раз задали вопрос. И ты сказал, что сейчас, сейчас, там еще у другого человека есть демка. Иначе просто уходить. Ну, до этого мы тебе задали вопрос просто. Ты мог на него ответить. Хорошо. Анна, хорошо. Мы стояли вот там. Хорошо, я сейчас даже свою демку пересмотрю. Одну секунду, чтобы там было точно. Все, теперь мне сколько нужно выдавать? Ну, ладно. Так же выдавай, 13. Ага, ну, окей. А почему ты, кстати, ничего не делаешь с челиками, которые вот так вот намеренно кого-то сливать пытаются с сервера? Я бы не сказал, что он прям намеренно сливает. Если он будет намеренно сливать, то будет он за ним спектритить. Вот это уже будет наказуем. Ну, так он это сейчас и делал, вообще-то. Не сказал бы. В смысле, ты только что не нарушил просто. Ты недавно это сам подтвердил, то, что он кого-то там сидит и душит. Да, Сигура, это было дело, потому что ты сказал, что они неадекватные, типа, ловят, ну, его, получается. Он пытался просто, типа, из-за того, что мы, как я понимаю, медийка, просто выдать себе наказание. Да, ему уже ни один администратор об этом говорит. Ну, да, это душило. Я бы не сказал, что это прям такой слив. В смысле? Он не бегал за тобой сейчас намеренно. Ну, естественно, за мной бегать не надо, потому что я стоял в одном месте. Я заметил, я поговорю, я поговорю насчет этого с руксоставом. Так вот, какой же все-таки размен вышел после этой жалобы? Оба получили по 13 часов, что я, что он. Но есть одно небольшое но. Ну, даже не одно но, а несколько. Первое, это то, что ему помогали все, кто только можно. Администратор, который потворствовал тому, чтобы душить игроков, и он нисколько не против, судя по его ответам. А также его друзья, которые каждый почти из них накидывал демки на меня с целью найти хоть какой-то обман администрации, ввод в заблуждение, а также феррп. Весь этот блядский цирк был устроен в противовес одному единственному челику. Мне. Мне никто не помогал. За меня не говорил администратор таким образом, чтобы выставить оппонента виноватым. Ну и последнее, за меня друзья не закидывали кучу демок, я не отнимал чужое время, чтобы пойти посмотреть в сотый раз какую-то демонстрацию. Многие не понимают, к чему я веду, скажу прямо. Я в соло, без всякой помощи, заставил несколько задниц одновременно потеть и полыхать. Да еще одного из них забрал с собой вместе в бан. После платного разбана я какое-то энное время побегал по серверу, и меня вдруг осенила очень классная идея. Если администрация закрывает глаза на такие явления, выжить, например, челика с сервака, забанить его на наибольший срок, докопаться, просто сделать так, чтобы он не играл. Если они этому потворствуют, даже иногда принимают в этом участие, то чем хуже я, обычный залетный чел, который изредка заходит записать ролик. Но который все же на этом специализируется. Зачем? А не спрашивай, не надо, стой. Зам рук состава бан 60. Локий, локий. Это он сломал, я видел, я могу забанить его. Ибать выродки, просто пиздец. Бля, это не люди просто, это просто не люди, они игроки. Зато они делают мне контент, за этим спасибо. Надо же как-то в мире животных транслировать на ютубе. Еще раз по окну постучишь кулаками, я настучу тебе по башке. Бля, ты на меня в жалобу подал, и просишь скрин сделать, пожалуйста, ты че совсем ебнутый, блядь. Охуеть, ебать цирк, блядь, какие ж, блядь, лица... Локий. Локий. Да, 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 да. На тебя жалоба. По причине? Эм, минг-билдинг, наверное. А где минг-билдинг? Ну, смотри. У тебя не есть че здесь, вот камера. Тут, вот как бы, тут, ну я думаю, по физике она так не может висеть. Ну, она не висит, она просто немножечко неровно подогнана. Я в упор ее поставил к этому выступу, так что все в порядке. Не, не, ну вот ты посмотри, вот отсюда посмотри, вот, мне кажется... Блядь, тебе надо, ты смотри, а поставил в упор так, как позволяет карта. Поставь какой-нибудь кубик, чтобы прикрепить. Да, надо просто кубик какой-то поставить и все. Вот такой вот поставить, вот так вот, и все, и ты прикрепил. Пиздец, они мне теперь мозги ебут по вот этой хуйне? Я играл, куда скрою. Бля, а можно какую-то более серьезную причину, чтобы мне мозги ебать? Уйди отсюда. Уйди через окно, как зашел. Ебать, лицемер. Сука, ты на меня жалобу подавал. Не, не буду ничего отвечать, пусть он думает, что хочет. Иди с окна слезь, ты что, не русский, что ли? Чем я тебе угрожаю, ты, блядь, ко мне в квартиру залез, ты адекватный, нет? Но оно и видно, что ты неадекватный, иди отсюда, говорю, и не лезь ко мне в квартиру. То, что я тебе оружия показал, этого мало, что ли, чтобы ты ушел? Ну, хорошо, хорошо. Я тебя предупреждал, если ты мне будешь по дверям стучать или что-то большее, то я тебе по башке настучу. Помнишь, нет? Ну, смотри. Что там по ФИРРП у нас? Логик, у него ФИРРП не работает, перебанил. У него он маньяк, на него ФИРРП не действует. А, подожди, на него действует ФИРРП, в том случае, если около него больше двух человек с оружием. Тут были люди с оружием, помимо меня. Там какой-то янкоцист бегал со стволом, кажется, и так далее. Так что все в порядке, у него ФИРРП есть на маньяке. Алло. Надо же было у трех людей, чтобы с оружием. Алло, скрипать. Я, конечно, все понимаю, но я был маньяком. И чё дальше? Ну, читай дальше правило 20.2. Что? Повтори еще раз. Правило, говорю, читай на маньяке, когда играешь. Около тебя была куча людей и так же с оружием. Иди читай правило. Долбоеба кусок, блядь. Я, конечно, все понимаю. С чем ты мне камеру поставил сюда? Убери ее, ну. Я с фокус хочу. Не против? Против. Хорошо. Сейчас тогда... Ну, у тебя как? Нормально все, не? Ну, да, нормально. А что? Ну, ты сначала бегаешь с своими друзьями, меня в заложники берешь, чтобы просто, ну, потому что попрекаловался, ну, что чел зашел поснимать видео. Потом ты на меня жалобу подаешь и просишь потом со мной сфоткаться. Блядь, какая-то связь есть между этими какими-то действиями? Сходить с ума и банить весь сервак? Нет, я не буду. Это поступок, наверное, детский. Наиболее детский. Из всех, что можно сделать. Я буду делать несколько по-другому. Ты че, блядь, серьезно? Ты несу на чипе, блядь, 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 блядь. Поеба. Ладно. Я сейчас сделаю вот так вот. И я его сейчас степну к себе. Донат, модератор. Ты пои к себе. У тебя в руках была отмычка, и ты меня с отмычкой грабить решил. Ты как, нормальный? Слушай, Локи, сорян, реально, я просто, у меня, понимаешь, у меня вот отмычка, и вот я переключаю на диггл. И я случайно вместо диггла взял отмычку. Ага, и че дальше? А я при чем? Не, ну при чем. Ты, по тебе, по тебе дали два выстрела, и тебя это не смутило, ты убежал за стену, чтобы достать ствол. И плюс это еще было... Подожди, сейчас можно я? Что? Ты достал дробовик, когда ты отбежал. Что? Подожди, сейчас разговаривай. Я даже не смотрю. Это было пять секунд, ты не помнишь, что произошло? Нет, просто ты мне ничего сначала не давал. Я вот как-то там прошел, я там уже достал оружие. Когда-то от меня спиной убегал, после этого ты ко мне повернулся, и начал по мне стрелять. У меня в этот момент было уже в руках оружие. Ну я ему ФРРРП выдал, потому что на РРП толку одно и то же будет, и тот, и тот срок. Пункты одинаковые, третьи. Вон, залазь, залазь, залазь. Здорово. Игорь, у тебя... Ааа... Ничего не смущает? Я, он, ничего не, он, он, спит. Так, не развязывайся, топь, и... Так ты меня и так собрался убивать. Не развязывайся, топь, и... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну и что будет дальше? Тебе не смутило то, что я с оружием и так стою? Нормально, я за тебя выкуп дам. Какой нахуй выкуп, долбать? Ебажьте по нему, блядь, ебажьте его! Ебажьте, раз, два, три, раз, два, три, быстрее! Собирайте, ой. Рэди. Ха-ха-ха. Алло, у тебя эфир РП. Какой эфир РП? На чело с оружием лезешь с наручниками. Я, можешь по-нормальному, пожалуйста, говорить. Это, конечно, смешная вещь, но... Я тебе ещё раз говорю, ты на чело с оружием лезешь с наручниками? Каким он? Я наручники взял в руки, а не Фомас? А что? Я поднялся к тебе с оружием уже, ты лезешь на меня с наручниками, молча. У тебя катана была. И это чё, не оружие, что ли, блять? Нет, ну это оружие, конечно, но... Это холодное оружие, ты к челу с холодным оружием на ближнюю дистанцию, лезешь просто так с наручниками, и тогда это либо нон-РП, либо ферр-РП, выбирай. Срок один и тот же. Ну, чё тебе больше нравится, подпись какая? Ферр-РП или нон-РП? Да мне делать, что хоть. Ну, я тебе последнее слово даю. Ебать, я мстить буду просто, уже второй чел отлетает. Его ебучую базу я снес на вышке, заебись. Чё тут, криминально чё-то будут делать, интересно? Камера стоит, я всё фиксирую. Спасибо. Ха-ха, обманул. А теперь ещё вон того Оксаночку можно подтянуть. Привет, ты вещь спёр, которую тебе точно не предназначали. Ты зашёл в чужую собственность, куда тебя не звали без особых на то причин. У тебя нарушение правила нон-РП. Ага. Ага. Второе получается. Да. Ну, бань. Только можно они по максималке, пожалуйста. Тебя бы 20-30 минут. 60. Чё, кошелёк, дербаню твой? А я сейчас ещё кое-что придумаю. Подождите. Сейчас он откупится. Он же откупится, правильно понимаю? Он опять возьмёт профу-бандита. И я чё-нибудь опять придумаю. Интересное. Хорошо. У него ещё будет, получается, нарушение фир-РП, потому что он забежал в квартиру к челу, украл у чела, который с оружием. Так. Звонок. Я не объясню, за что ты меня банишь? За нон-РП. А что я сделал, скажи? Палкой хуйну просто так. Это фристан вообще-то. Ну ты же этим не занимаешься. А куда? А куда? А куда? А куда? Ебать, он заикается. Покинул сервер. Пошёл нахуй отсюда. Я сейчас ещё что-нибудь найду. Можем ещё посмотреть, кто что нарушит. Раз можно так душить людей, то почему бы и да? Чем я хуже? Пусть семисит. Пусть семисит. Оно правильно читается так. К стене. К стене, а? К стене. Так. Документы свои есть какие-то? Документы есть. Вот, правда, я это, с ФБР, вот, и вот у меня есть вот такая штука. Ага. А маскировочку можешь снять? Рабочая, покажи свою. Потому что, потому что при людях нельзя так делать, понимаете? Ну, я как бы свой. Ты покажи просто то, что у тебя есть рабочая форма и всё. Я не хочу... Я не хочу следить с голым, просто при вас. Не голым. Я... Не особо стеснить их. Быстрее. У меня вот снаряжение ваше есть. Логично же, что же я это... Ещё раз, рабочую форму хочу увидеть. У меня, понимаете, одежда сейчас... Ну, дома у меня вот, дома лежит. Я просто сейчас переоделся, конечно, вот. У тебя всегда... Я победил. Хорошо. Это нарушение нон-РП и лива из уже проходящего РП процесса. Так делать нельзя. Нон-РП, блядь, ёбаный рот! Ага. Долбоёба кусок. Пепе к себе. Чё такое? У тебя нон-РП. Какое? Обычное нон-РП. А что я сделал? Ну, ты во время РП начал просто ливать с него, доставая катану. На тебя оружие наставили. Так, что дальше? У катаны нету, у ФРРРП. Отсутствует. Ну, у тебя руки были пустые в момент тот операции РП. Я убежал. Ну, так нельзя делать, и всё. Можешь не спорить. Как? Можешь повторить? По нон-РП. Плюс ещё у тебя армия ТРП. Достал катану. Нет, 20 секунд не держал. Ну, ты достал оружие, не имея на это уважительные причины. Я и не убирал даже. Ну, ты достал катану, чтобы убежать от мента. Это не совсем уважительные причины. Так что у тебя нон-РП и армия ТРП. Удачи. Нет. Да, не спорь, не спорь. 70 минут. Окей, без боя, короче. Выродок, ебанутый. Против станстика пошёл с катаной. Совсем ёбнулся, сука, нахуй. Да могу дать только пять. Лицом к стене, быстро. Лицом к стене. Серьёзно? Привет. Ник друга твоего. Привет. Ничего не понимаю. Хэдшот и Сентикс. Хорошо. И Сентикс ещё. Привет у вас. Нон-РП и армия ТРП. Так что мы нарушили? Мы тебе приказали к стенке, ты начал... Ты госу угрожаешь в общественном месте. Нон-РП и армия ТРП. Ну так это же не жилой, получается. Да, не жилой. И тебя тоже. За то же самое. По 70 минут каждому. Сентикс сливнул. Чистим сервер от уёбков. Раз можно душить, если у меня это профильное занятие. Было бы ещё образование в каком-нибудь универе, я бы пошёл бы в вышку на это получили. А чё вы удивляетесь, интересно? Вот если кто-то напишет, какой я хуёвый, как я доёбываюсь до людей, самых провоцирую. Ну, слушайте, я бегаю по серваку и так же, считайте, играю к стене. Чем раз ужёшь. Несу к стене, а на пассиво. Наручники откуда? Почему вы недавно во время когда-то сейчас учёте? А сейчас не было причины его завязывать, да я его обучаю. Развяжись, да, я тебя обучу. Не, сейчас. Сейчас он в Комендантский час. Проверка, но нелегал Комендантский час. Да, я его проверю. У него нету нелегала, но он должен быть дома, работай с ним. Вы будете арестованы на нахождении дома, но он будет в Комендантский час. РП-стена, ну окей. Блин, почему-то мне не нравится такое понятие, как РП-стена. У вас же карта дана, у которой уже продуманы входы, выходы и так далее. В том числе вот эти двери и прочее. Зачем вы их закрываете? Делая единственный вход только с одной стороны какой-то. В стене... Не дома. Можно без ареста? Не дома. Давай, подай жалобу на меня. Вообще, мне интересно, мне звонят, бывает забаненные, и говорят, За что ты меня забанил? За что? Что? Да, да. На тебя. Что на меня? Друг мой, смотри. Вот я тебя один вот вопрос хочу спросить. Ведь ты по праву меня арестовывал, но почему ты в конце не можешь нормально на задвечении? Вы будете арестованы, потому что у РП-стена не находитесь дома. Я тебе сказал не дома. Что ты сказал? Я тебе сказал не дома, ты чем слушаешь? А потом, когда ты, ты, смотри, ты сказал не дома, но не сразу ударил дубинку. А потом уже, ты должен, потом уже... Бля, может ты мне не будешь диктовать, что я должен, что нет, отсиди свой срок и не ной с жалобами своими. Помычи. Я тебе назвал причину, то, что ты, сука, не можешь просто понять из слов не дома, то, что из нас двоих не дома ты, и ты за это будешь наказан, то это не мои проблемы. Что? У тебя со слухом плохо, или мне еще как-то о тебе рассказать? Нет, у меня со слухом все хорошо. Я... А что переспрашиваешь-то, да? Что ты хочешь от меня? Я тебе назвал причину не дома, а тебе два раза или три сказал. Если ты слушаешь жопой, а не ушами, то это твои проблемы. Я уже сказал причину не дома. Короче, нарушение... Поплачь, иди, блядь. Я пошел. Я так и знал, что эта хуйня подаст на меня еще и жалобу. Кто это вообще, блядь? Донатный выродок, короче, а не модератор. Я теперь их буду так называть. Донатный выродок, и все. Почему ты пробуем построиться на крышу? Ну, это что-то типа лесенки. Мешаю кому-то? Ну, так нельзя делать. А почему так конкретно нельзя делать? Как мне на крышу туда попасть, по-твоему? Через лестницу. Какую лестницу? Во-первых, там возле сплава есть лестница. Так ты можешь забраться. А дальше я как соберусь? Дальше я как соберусь. Что конкретно здесь тебя не устраивает? Ну, вот там перепрыгнешь. Ну, там есть лестница. Ты ему так... Я понимаю, а тут что тебя не устраивает? Нарушение правил проб клима. Отличение проб опуза. Хорошо, давай почитаем. Исключение дом, комната, территория дома. Ну, это территория дома, очевидно, какого-то. Захочет кто-то пользоваться, пусть тоже приходят, лазают по ней. Я не против. Просто сейчас в бедном районе нет ни одной лестницы, чтобы забраться. А ноу-клипом летать, ну, такое себе. Я просто не видел здесь дверь. К стене. К стене. По какой причине? К стене я тебе еще раз говорю. К стене я тебе сказал, встань. Так, а по причине-то какое? Хулиганство. Какое хулиганство? Ой, блядь. Что за долбоебы? Сталин покинул сервер. Сразу, блядь, покинул. Пиздец. Одинка на пол. Раз. Чего бы шелять? К стене! К стене я тебе говорю, долбоеб! Убрал оружие. Убрал. Блядь, я уже думала, что он жален нормально, а он уже забыл. Ограбление человека. Все, спасибо, Илья. Илья, спасибо вам. Он назвал меня по имени и не знает моего имени. Ну, блядь, ну, он достаточно адекватный, все равно, он не токсик, блядь. Что к нему дает бы ваться, нет смысла, он хотел просто бабок поднять и все. Не более. Сталин покинул сервер. Ну, пока он не заходил. К стене. К стене. К стене сказал. К стене я тебе еще раз говорю. Я у себя дома. Вышел, стал к стене. Ты че, глухой, блядь. Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Неподчинение полиции. Это мой дом. Неподчинение полиции. А теперь еще и ФИРРРП. Заебись. Он опять ливнул, серьезно? Ну, он заебал уже, насколько можно. Сейчас узнаем у администрации. Он ливает уже дважды, нарушив нон-РП. Или же ФИРРРП. Лив с РП. Сталин. Стажер, блядь. Это стажер, сука. Ты, наверное, в курсе своего нарушения. Прямо у меня ебаная игра вылетает, блядь. Да, вылетает игра. Два раза уже. И ты дальше берешь профессию и идешь нарушать ФИРРРП. Серьезно? У тебя уход от РП ситуации, а также ФИРРРП. Я правила знаю не хуже. Кое. Где уход у меня от РП ситуации? Тебя сажают в тюрьму, и ты, чтобы сбросить арест, ты берешь, перезаходишь на сервер. Все. А можно вопрос? Смотри, смотри. Докажи то, что я именно беру и перезаходу. Я тебе говорю, у меня вылетает. Ты думаешь, мне трудно посидеть пять минут в этой тюрьме? Видимо, трудно. Чтобы перезайти, тебе намного меньше действий придется делать. И это делается быстрее. Удачи. Ну ты это докажи, прежде чем ванну это... Мне что доказывать? У меня два явных примера того, что ты это делаешь. У тебя до этого не вылетало, а тут вдруг тебя в тюрьму сажают, и у тебя вылетает игра. Ну хуй него не неси, это очень очевидный пиздеж. Просто я тогда пойду напишу, тебе надо будет это 100% доказать. Знаешь, какой у меня компьютер или что? Может, у меня очень слабый компьютер. Пошел нахуй. Почему не дома? Потому что вот мой дом, я вот шел. Да, ты стоял все это время, к стене встань. К стене, говорю, встань, ты только что купил эту дверь. Ты что, ебнулся? Нет, совсем. Выключи. 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 Ты что, тупой, сука, или глухой? Ты сказали, выключи. Ничего не слышно из-за тебя. Ну, хочу, слушаю музыку. Ну, слушай в другом месте, ты пришел специально, блядь, глушить все, что я говорю. К стене встань лицом. Я пришел сюда послушать. Нет. К стене встань лицом. Нет. Окей. У него профессия маньяка, которая позволяет ему вот так нарушать один на один правила ФРРП, и в этом нет нарушения. Но, если присутствует три человека, которые держат на него оружие, наставляют, то он уже обязан его соблюдать. Беда в том, что он настолько тупой, что не может нормально внимательно прочитать правила ФРРП на этой профессии. Он постоянно на ней катает и раз за разом получает часовые баны. Ребят, кто следит за администрацией, может быть как-то проследите за тем, что у меня происходит на роликах. Там уже несколько раз подряд один и тот же челу мне попадается в видео. Что такое? У тебя ФРРП нарушено. Какое правило? ФРРП у тебя нарушено, говорю. 60 минут. И что они там взяли? Тебе угрожали оружием, ты ушел в квартиру и перед ним же купил дверь. Ну что он в ФРРП? Тебе не выручатся к свиней? Прожуй, проглоти сначала, а потом открывай рот. До свидания. Привет, агент. Стой, стой, стой. Смотри, можно спросить. Ладно, ты кто по профессии? Агент. Ты маньяк? Агент, какой маньяк? А, а зачем ты тогда пытался связать вот командира спецназа? Неподчинение. Неподчинение он просто с радио бежал, то есть ты его берешь связан. Почему ты без оружия тогда его связан? Просто подбегаешь к нему. У меня до этого было оружие, а он не подчинялся. Стой, стой, стой. Почему тогда ты потом, смотри, ты с веревкой за ним гонишься, потом он продолжает убегать, и ты резко достаешь, получается, свой калаш и начинаешь по нему стрелять. А что мне делать еще? Ты ему ничего не говорил. Я до этого ему говорил. И вообще ничего не говорил. Я до этого ему говорил уже. Ты наблюдал за ситуацией с самого начала? Когда-то было. Тебя это почему волнует? Что ты хочешь от него? Нет, я, смотри, я тебе говорю. Мне нужен командир спецназа. Командир, мне нужен ты. Не ходите в пиццы. Командир, ты мне нужен, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Слушаю вас. Просто делай то, что я говорю. Сейчас нужна будет твоя помощь. Идем, достань оружие, достань оружие. Можешь мне отряд вызвать? Нет, не нужно, нас хватит двоих. Может, чисто круг наверно? Ну да, мы патрулируем город. Я думаю, мы кого-то рейдить будем. Не, не, пока нет. Пока рейдить смысла нет. Лицом к стене встаньте. Лицом встаньте к стене, нас трое уже здесь. Серьезно? Нас уже трое сотрудников. Встань лицом к стене. Все, спасибо. Ваша задача окончена. Он же, блядь, правил не знает, он не читает правил маньяка. Пиздец. Вы к себе. Привет, у тебя. У тебя феррерп. Дожди. Смотри, подожди. У тебя феррерп. Алло, друг, у меня кота на друг. И что? Плюс я маньяк, друг. И что? Так, на катану феррерп, не действует. Внимательнее, почитай правила. Подожди, ты хочешь сказать, что ты тэпнул просто так, даже не спросив? Что я не спросил? Что я не спросил? Что я должен был спросить у чела, который при мне сейчас нарушил правила? То есть, тебе не смешает, а что это маньяка? Ну, правила, почитай внимательнее, а потом пытайся мне какие-то вопросы задавать провокационные. Подожди, у вас было двое. Нас было трое. У нас было трое. И все равно, даже от двух человек. Не спросил, у меня прежде чем, кто только к себе. Феррерп не действует на катану. Друг, 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 друг. Друг, 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 друг. Ты достал в ответ на трех вооруженных человек. Игрок не имеет права нападать, защищаться при соотношении один к трем. ПГ, значит, у тебя. Все равно это одно и то же будет на НРП. Чел. А, ну, да. За мной, оказывается, наблюдали целых два администратора, которые решили влезть и вставить свои пять копеек касаемо этой ситуации. Молодцы. Причем, каждый из них поголовно считает, что если у Чела катана в руках, то он может делать все, что ему заблагорассудится. И посмотрите, как мне моментально начинают угрожать варнами, снятиями, жалобами на форум. Сука, я не знаю, чего они так и получились против меня. Чел, правила читай. Что нет? Почитай, блядь. Ну, я читаю тебе правила. ПГ, это когда ты защищаешься от людей во время рейда или нападаешь на них во время рейда. То есть ты хочешь спастись, правильно? То есть на тебя напали, смотри. Бля, не надо мне объяснять. Мне не нужно, чтобы мне чел, который на день по несколько раз на НРП и ФРРП нарушает, объяснял еще правила. Я себя лучше ограничу от такого счастья. Удачи. Иди читай правила маньяка, если ты играешь за эту праву очень часто. Нет, я сейчас не играю, я ничего не нарушил. Какой эфир? Выродок ебан. Ну, привет, стой. Ну, как бы, первых у тебя... Ты не тэпнулся как... Почему? Что? Ты просто тэпнул его, но ты игрока тэпнул, не спроси, если у него РП или нет. Я с ним участвовал в этом РП процессе, который он прервал, нарушив правила. Еще вопросы какие? Взял его и тэпнул без причины. Ну, это ладно. Без какой причины? Что ты за хуйню вкидываешь? Ты за мной специально следишь? Иди последи за игроками. Что ты за ним не следишь, если он нарушает правила? Ну и... Я бегаю за игроками, я просто вижу человек так же. Раз ты уже бегаешь, я вижу, около моря пролетает, ты выпадешь... Тремя ментами. Ну... И дальше что? Что тебя не устраивает? Чел нарушил правила, получил наказание. Ладно. Что конкретно тебя сейчас не устраивает? Тут еще чел какой-то мне вкидывал про варный и про прочее что-то. Где он? Тут должно было забавить его за повар гейминг. Херер РП у него нету, на котором он не ест тут, FH. На него челики лезут. Когда он еще был без оружия. Что ты меня учить еще будешь? У него оружия не было, когда к нему подбежали... блять он на троих он на троих достает оружие это потом адекватно нет сейчас ты нахуй пойдешь они на форум понял я чё претензия какая-то есть серьезно ну позови сейчас админа какого-то не спросил прежде чем тэпнуть он тупой блять или что смотри а если он еще сматерился это плюс варна или нет но он поскольку уже до нас издатель ну смотря в той ситуации то что мы стояли договорились по то что ты туда туда поешь но только в плохой форме полетели на крышу он расскажет в чем дело и я тоже расскажу а то ты ходишь на меня стучишь уже кажется второй раз и не ты один нет я ему просто не стучит и стучишь на меня ты хочешь на меня настучать чтобы написать жалобу на форум какой бы ты плохой я вот так буду говорить да конечно просто типичные чем претензия чем претензия твоя заключается претензия заключается в том то что ты тэпнул человека к себе даже не спросив об этом автора ты выдал неверно хорошо первое тебе объясню сейчас он находился со мной в этом якобы рп процессе и он нарушил правила у него смысла нет спрашивать он просто убежал в подземку нарушив правила фиррп хорошо второй момент по неправильному бану неправильный бан в каком месте он неправильный чем нарушил фиррп смотри ты ему выдал за фиррп но там фиррп не было там был пауэргейминг не не смотри объясняю объясняю смотрите как эта тема работает то есть когда человек с катаной он может убежать от хоть пятерых госов хорошо именно нападать на них а меня послушает кто-то нет тогда он не он не держал эту катану изначально катану может достать все равно ну знаешь будет нон рп какого хуя он достает катану в ответ на оружие у челиков троих которые за ним бегут у него один и тот же срок бана будет понимаешь по правилам значит ада пг я туда его перебаню в этой ситуации бы тоже нет он может убежать именно у него правило маньяка запрещает ему делать что-то такое если люди уже больше двух человек с оружием 2 и более он нападал на вас он нас не слушался он фиррп не отыгрывал в этот момент когда он без катаны был он не отыгрывал фиррп ты понимаешь нет он просто без оружия от нас отбегал говорит нет я не стану лицом к стене так когда вас трое было до нас было трое а ну тогда другое дело если когда их было трое он не вставал лицом к сне когда у него не было катаны в руках ну а я об этом и говорю я пытаюсь объяснить они просто тэпаются рассказывать о том какой я плохой вот у меня есть ли нарушение или нету важно уметь в дипломатию друзья мои важно уметь разговаривать разговоры и обсуждение проблемы всему голова это касается абсолютно всех областей если вы умеете что-то обсуждать и высказывать то вы которые обречены на успех